Вы смотрите выпуск новостей, подготовленный информационным агентством Курган.рум. С самыми знаковыми событиями в Кургане и области познакомим вас в ближайшие полчаса. В студии Павел Баев, здравствуйте. Коротко о главном. Что ждать от капризов погоды? Последний месяц лета не обещает быть жарким. К тому же не побалуют и солнечными днями. В Курган приехала зауральский сенатор Елена Перминова. Она рассказала о формировании бюджета и отчиталась о своей работе за первое полугодие текущего года. Новые правила. Правительство Российской Федерации вводит упрощенную систему получения субсидий на ЖКХ. В Кургане не осталось места для купания. 30 июля Роспотребнадзор рекомендовал закрыть последний разрешенный для этого водоем – Голубые озера. Что послужило причиной и как отреагировали на это курганцы, узнаете прямо сейчас. Управление Роспотребнадзора по Курганской области провело очередное обследование воды и песка на пляжах областного центра. Выяснилось, что купаться на них небезопасно. Вода на городских пляжах на реке Табул не соответствует по показателю термотолерантной калифорумной бактерии. Превышение этого показателя говорит о загрязнении воды. На муниципальном пляже Голубые озера также обнаружена чрезмерная загрязненность воды. Кроме того, на обоих пляжах и на муниципальном, и на коммерческом выявлено несоответствие проб почвы. Установлено, что на муниципальном пляже превышение по индексу кишечная палочка и по показателю терапоки. А на коммерческом пляже превышен показатель бактерий группы кишечной палочки. Информация об этом направлена городским властям. Они должны выставить на пляжах аншлаги, предупреждающие, что купаться нельзя. Съемочная группа Курган-Ро обнаружила объявление только на пляже Бабьей Пески. Но они не останавливают курганцев, желающих принять водные и солнечные процедуры. На пляже Голубые озера аншлагов нет. Посетители узнали о запрете купания только от нашего корреспондента. Я, вот если честно, я первый раз от вас слышу. Первый раз сегодня приехал, так я не знаю. Первый раз от вас слышу, я не знал. Если бы я знал, что здесь были натроны, то не бактерии, я бы не купался. Многие курганцы говорят, что Голубые озера плохо убирают. Мусорные баки стоят, но их мало и нерегулярно вывозят. В выходные, когда наблюдается наплыв людей, мусор валяется повсюду. По утрам его убирают волонтёры, но потом история повторяется. Впрочем, виноваты в этом сами курганцы, считают посетители пляжа. Кто приходит днём с детьми, да и сами, они в мусорные контейнера. А кто при дикаре приезжает ночью, вечером, ну, попить пиво здесь. Вот посадить весь этот мусор и остаётся. После закрытия муниципального и коммерческого пляжа «Голубые озёры» в Кургане не осталось разрешённых мест для купания. Несмотря на это, некоторые горожане не собираются обращать на запреты внимания. Никого это не останавливает. У нас как бы мало мест для купания. И вот это у нас единственный водоём рядом с нашим домом. Из-за позднего прихода тепла и закрытия пляжей купальный сезон в Кургане может получиться скомканным. Кто в этом виноват? Чиновники, которые плохо организовали вывоз мусора или курганцы, которые мусорят на пляжах? Решайте сами. Павел Баев, Николай Волков, Александр Киселёв, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру. Курганцы изнывают от жары. Третью неделю в городе днём под 30 градусов. Однако греться осталось недолго. Небесная канцелярия уготовила сюрпризы. Последний месяц лета жарким не будет. При этом метеорологические сайты расходятся в прогнозах. Самый неблагоприятный выдаёт ресурс опогоде.ру. По данным этого сайта, с 15 августа ночная температура в Курганской области может опуститься до минус 3 градусов. Что это означает для сельского хозяйства и садоводов, объяснять не надо. Однако привычные сайты, как ГИСМЕТИО, эту информацию не подтверждают. По их информации, самая холодная ночь нас ожидает в грядущую субботу, ожидается плюс 6 градусов. Гидрометеоцентр России пообещал Кургану в августе избыток осадков. Средняя температура месяца днём будет не выше 20-23 градусов. По данным сайта noypogoda.ru с 6 по 18 августа нас ждёт пасмурная, без прояснений, погода с затяжными дождями. 1 августа наши предки отмечали Макриду или Макринин день. Заканчивали летние работы, начинали осенние. Погода в этот день была ненастной, а воздух холодным осенним. В православной церкви 1 августа отмечается день памяти святой Макриды, которая известна об этом безбрачия и девства. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна 7 августа – зиму. И примечали погоду. Хороший день предвещал тёплую сухую осень. Если идёт дождь, осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года. Считалось, что если в этот день пойдёт дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай богатым. Жители посёлка Западный в первый день августа останутся без холодного водоснабжения. Отключение воды связано с устранением аварии и заменой запорной арматуры на водопроводе по адресу улицы Артёма, 35. По данным Водного союза, с 9 утра до 9 часов вечера без воды останутся здания по улицам Артёма, Красномаячная, Дружбы, Томская и детский сад номер 55. Член Совета Федерации Елена Перминова посетила Курган. В ходе рабочего визита она отчиталась о проделанной работе перед областным правительством и встретилась с журналистами. Елена Перминова сообщила, что за весеннюю сессию Верхняя палата Российского парламента рассмотрела 342 федеральных закона. В частности, вводится в действие так называемый модельный бюджет. Это финансовый институт, который позволяет отсутить доходы и расходы региональных бюджетов в расчёте на одного жителя. Ведь мы же стремимся к тому, чтобы наши граждане получали равные услуги на всей территории нашей страны. Так вот, этот модельный бюджет – это первый шаг к тому, чтобы выровнять, сколько должно быть расходов на одного ученика, на одного больного, какие должны быть расходы, сколько расходов должно быть на дороге и так дальше. Пока Курганская область уступает по этим показателям другим регионам. Модельный бюджет позволил федеральному правительству убедиться в этом и выделить нашему региону дополнительную финансовую помощь. Если мы за счёт централизации 1% налога на прибыль получили 2,8 миллиарда рублей, то за счёт модельного бюджета у нас где-то получается около миллиарда дополнительной мы получили финансовой поддержки. В то же время регион сам должен проявлять инвестиционную активность. Подход федерального центра к выделению средств тут един ко всем. Разрабатывайте за свой счёт технико-экономическое обоснование, и мы рассмотрим ваши проекты. Каждый регион выбирает для себя определённые проекты и приоритеты, что для него сейчас важнее. Построить этот объект или какой-то школы построить, детские сады построить. Курганская область сейчас остро нуждается в детской больнице и хирургическом отделении онкологической больницы. Благодаря ранней диагностике раковых больных выявляется больше, а удалять опухоль, если она операбельна, негде. И губернатор области это прекрасно понимает, и вот Виктор Георгиевич сегодня подтвердил, и департамент строительства, что сейчас нужно обязательно нам будет строить, вернее, разрабатывать эти проекты. И только с готовыми проектами можем выходить на федеральный уровень и запрашивать ту необходимую сумму, которая нам будет нужна. Ведь сами понимаете, если нет проекта, что нам надо, а сколько нам надо, для чего нам надо, это всё нужно обосновать и доказать. Елена Перминова отметила ещё один важный момент. Выпадающие доходы областного бюджета от введения льготы для бизнеса по налогу на недвижимое имущество. Для Курганской области это 900 миллионов рублей. В Сенате подписали норму, чтобы их компенсировали каждому субъекту Российской Федерации за счёт дотации на сбалансированность бюджетов и акцизов на алкогольную продукцию. Алла Маковеева, Николай Волков, Владислав Базарев, Демитов Чинников, информационное агентство Курганру. Уровень жизни определяется не только тем, что мы едим и какую одежду можем себе купить. Он зависит от условий проживания, в том числе благоустройства улиц и дворов, по которым мы ходим. Именно поэтому по инициативе партии «Единая Россия» в стране реализуется программа «Комфортная городская среда». Степень участия в ней населения обсудили на совещании в Зауральском правительстве. 85% средств на реализацию программы выделяется из федерального бюджета. Чтобы избежать пересудов, правильно ли деньги были распределены, к выбору объектов благоустройства привлекают население. Инициатива по благоустройству дворовых территорий могла исходить только от собственников помещений многоквартирных домов. В обязанности граждан входило проведение общего собрания собственников, оформление протокола общего собрания, актов осмотра территорий, составление схемы благоустройства, подача заявления на участие в отборе территорий для вовлечения в муниципальную программу, в органы местного самоуправления по месту жительства. Участвовало население в общественном обсуждении проектов муниципальных программ благоустройства. Обсуждение проходило в различной форме – анкетирование, опросы, сбор письменных предложений, работа фокус-групп и проектных мастерских. Всего в период с января по июль 2018 года проведено более 300 мероприятий по общественному обсуждению муниципальных программ, дизайн проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в 55 муниципальных образованиях нашей области. В общей сложности в общественном обсуждении приняли участие порядка 8 тысяч человек. В Кургане и Шадринске за мероприятие проект «Комфортная городская среда» проголосовали 7,5% жителей. По результатам голосования отобрано 15 территорий – это 9 в городе Кургане и 6 в городе Шадринске, которые будут благоустроены в 2018 году. Всего в 2018 году запланировано благоустроить 63 дворовые и 54 общественные территории. Первый заместитель губернатора назвал привлечение общественности очень важным направлением работ по благоустройству территорий. Чем больше население в этом участвует, тем больше результат. Почему? Потому что там качество сразу соблюдается, тем более, когда готовится проектная документация, учитывается все потребности вот этого микрорайона. И, естественно, это приносит общий результат. Юлия Смирнова, Николай Волков, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Одной бумажкой меньше. Определены новые правила для субсидий по ЖКХ. Правительство России ввело новые упрощенные правила. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, уже опубликовано на сайте Кабмина. Больше не потребуется предоставлять справку о составе семьи. Россияне будут самостоятельно декларировать этот пункт при подаче заявления. Но уполномоченные органы смогут выборочно проверить достоверность предоставленных сведений. Информация о выявленных случаях предоставления недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения. Такого заявителя могут привлечь к ответственности. Напомним, ранее для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ требовалось в пакете документов предоставлять справки о составе семьи и документально подтверждать данные о причинах его изменения. Но такой порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий и создаёт затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении соцподдержки, отмечается в справке к постановлению правительства. В Кургане такие справки выдают управляющие компании либо МКУ «Жилищная политика». Между тем, начальник отдела пособий и социальных выплат Главного управления соцзащиты населения Курганской области Алия Каханова сообщила, что пока в нашем регионе субсидии оформляются по-старому. Чтобы изменить порядок предоставления субсидий и прекратить истребование справок о составе семьи, постановление должно быть размещено на специальном портале правовой информации и вступить в законную силу. Вопрос предоставления субсидий на услуги ЖКХ является одним из самых актуальных, поскольку благосостояние населения падает, а тарифы растут. Людям всё труднее содержать жильё. В первом полугодии 2018 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в Курганской области 18 132 семьям на общую сумму 176,8 миллионов рублей. Средний размер субсидии составляет 1625 рублей. За предоставлением субсидий следует обратиться в учреждение соцзащиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр, либо в электронной форме посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал госуслуг». Напомним, единого стандарта на субсидию нет. Это решается индивидуально и зависит от многих факторов. Доходов членов семьи, типа жилого помещения, его площади и других. Если ваши расходы на коммуналку составляют 22% и более от вашего дохода, то вы имеете право на субсидию. При этом нужно учитывать нормы жилья. На одного человека это 33 квадратных метра на двоих, по 21 квадратному метру на троих по 18. То есть, если один человек проживает в трёшке и при этом заявляет, что платит 22% от зарплаты за коммуналку, это, как говорится, его проблемы. Расчёт идёт из определённых государством норм. Анастасия Ланская, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Меньше месяца остаётся до Дня города. За невыполнение требований перед массовым праздником некоторых предпринимателей могут ожидать штрафы. О чём идёт речь, узнаете из следующего сюжета. В преддверии Дня города выявлены нарушения. Облик Кургана портит заросшие сорняками территории магазинов, офисов. Ободранные и обшарпанные фасады зданий с неприличными надписи представители административно-технической инспекции и городской инспекции по земельным отношениям совместно со специалистами городадминистрации накануне проверили благоустройство в городе. В ходе рабочего совещания они побывали на улицах Ленина, Куйбышева, Красиной и Станционной. Так у гостиницы «Москва» наблюдаются заросли сорняков, выпавшие у крыльца и цокольной части фасада кирпичи. На некоторых зданиях остались различные надписи. Местами рекламные конструкции пришли в негодность. Где-то вместо вазона с цветами – обломки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, собственникам и арендаторам помещения, где были зафиксированы нарушения, будут выданы предписания по их устранению. Если порядок они так и не наведут, их пригласят на заседание штаба по благоустройству, где их ждет разъяснительная беседа. В противном случае на нерадивых собственников будут составлены протоколы об административном правонарушении и выписан штраф. Павел Баев, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Сталинара Ефимовна Шляхова, директора Утичевской школы, которую в Макроусовском районе Курганской области называют «школой-сказкой». Женщине 84 года, но она по-прежнему возглавляет учебное заведение. Всю свою жизнь Сталинара Ефимовна Шляхова посвятила педагогике. Так случилось, что сама она в школу в первый класс пошла в 1941 году. В 1941 году я пошла в школу в сентябре, а в июне война началась, в военные годы. Так что все военные годы я училась, в 1949 году закончила 7-летнюю школу, она тоже в Кокарево была, и поступила в Петуховское педучилище. Сталинара Ефимовна признается, учиться в материальном плане было очень трудно, денег не хватало. После обучения пришла работать в школу педагогом начальных классов. Я помню, я начала свой первый урок, было, наверное, человек 20 детей, открывается дверь, заходит девушка. Я сразу говорю, господи, только, в общем, пришла на первый урок, и ко мне уже приходит проверка какая-то. А это оказалась ученица. Настолько они потом привыкли ко мне, что когда я уезжала, они все голосом дали, что куда я поехала. Живя в родном селе, Сталинара Шляхова заочно закончила педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. 42-й год она работает в Утичевской школе в Макроусовском районе директором. Всего педагогический стаж 64 года. С тех пор в школе полный порядок. Ученики приучены беречь родные стены, даже обувь на входе переобувают. А еще летом все учащиеся их родители занимаются огородничеством. Позади здания школы на полях выращивают овощи. Первый год в школе ничего не было, но постепенно мы начинали приобретать. И в настоящее время в школе оборудование полностью все есть, потому что у нас сохранился отряд, трудовой отряд, это бригада, ребята выращивают все. Все это мы продаем и на эти деньги содержимую школу все покупаем. У нас куплено на эти деньги 8 проекторов, вот они висят в каждом классе, 25 компьютеров у нас в школе. Школа насчитывает более 80 учащихся и 15 педагогов. Сталинара Ефимовна привлекает к работе и молодых специалистов. Все собирается пойти на пенсию, но никак не решится. Собралась уходить и все думаю, как я расстанусь с школой. Да и школа, признаться, не мыслит себя без своего директора. Сталинару Ефимовну в районе называют «наш уникум» и все просят поработать еще какое-то время. Ульяна Чапала, Александр Киселев, Дмитрий Немков, информационное агентство Курган.ру Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. После паузы расскажем, как складывается ситуация с несанкционированной свалкой в селе Коширино Китовского района. Стремятся ли зауральские молодожены забронировать себе красивую дату? И вас ждут новости спорта. Оставайтесь с нами. В Кургане на Гоголе 62 открылась новая аптека Живика. В честь открытия скидки на лекарства до 40% и сертификат на 25 рублей в подарок. Успевайте, скидки действуют только до 13 августа. Новая аптека Живика на Гоголе 62. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Дело сдвинулось с мертвой точки. В прошлом выпуске наше информационное агентство осветило проблему несанкционированной свалки в селе Коширино. Сегодня, 31 июля, местные жители прислали в редакцию видеозапись о том, что на свалке началась уборка. По словам представителей сельсовета, предыдущим сюжетом прониклась подрядная организация и без предоплаты приступила к работе. Подробнее смотрите в следующем сюжете. На окраину села Коширино люди годами свозили мусор. Неравнодушные жители обратились к нам в информационное агентство с целью осветить данную проблему. Они жаловались, что свалка разрастается, а мусор порой поднимает ветром и разносит по территории села. По словам главы сельсовета, проблема узаконивания свалки стоит давно и не продвигается. Казалось бы, появился новый региональный оператор по вывозу мусора, который обещает расставить контейнеры по всему Коширино, но до сих пор неизвестен тариф за услуги. Ответственные местные жители боятся, что люди проигнорируют установку площадок для бытовых отходов и дальше будут бесплатно и безнаказанно выбрасывать мусор на несанкционированную свалку. На следующее утро после выхода сюжета в эфир к нам вновь обратились жители села, но уже со словами благодарности. На свалке работала спецтехника и приводила в порядок разросшуюся груду мусора. Мы и дальше будем следить за развитием событий. Павел Баев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Магия чисел. Может ли счастье быть бесконечным? 18 августа 2018 года российские ЗАГСы предсказывают свадебный ажиотаж. О том, сколько пар уже подали заявлений в Зауралье на красивую дату, узнаете далее. Ровно 18 свадеб в день трех восьмерок планируется в городе Шадринске. Именно столько пар влюбленных хотят связать себя узами бесконечного брака. 2018 год уже назван самым популярным у молодоженов. В городе Шадринске красивая дата совпадает с празднованием дня рождения города. Для города это рекордное количество свадеб за последние годы, как для красивых дат, так и для массовых праздников. С 2014 года по 2017 на главную сцену городского праздника поднимались 7, 8, 9 и 11 пар соответственно. В Кургане также происходит свадебный бум. По последним данным, на 18 августа подали заявление около 40 пар. Что больше обычного? В этот день в здании ЗАГСа будет работать одновременно два зала. Павел Баев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. В честь Дня воздушно-десантных войск вооруженных сил России правительство Курганской области, региональное отделение ДСААФ, Союз десантников России и другие организации приглашают всех желающих на праздничные мероприятия. В этом году ведется реконструкция мемориала воинам зауральцам погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины 20 века, где традиционно причастные собираются на торжественную часть. Все празднование пройдет на аэродроме Логовушка. Начало авиационно-спортивного праздника назначено на 12 часов дня. До места будут организованы бесплатные автобусы, которые в 10.30 отправятся от торгового центра «Звездный». А всех желающих совершить прыжок с парашютом ждут на Логовушке 2 августа с 8 часов утра. 15-й турнир по дворовому футболу близок к завершениям. Совсем скоро определятся победители. Подробности в сюжете. На турнире по дворовому футболу настала пора матчей на выбывание. В минувшие выходные состоялись встречи 1-8 финала в старшей возрастной группе 2001 года рождения и старшей. В двух из них победителя пришлось выявлять только в серии после матчевых пенальти. Так «Спартак» и «Легион» в основное дополнительное время сыграли 4-4. В серии пенальти 3-1 «Спартак». Также «Римекс» обыграл команду молодости. Более уверенно в следующий раунд пробрались прошлогодние победители. Команда «Железнодорожник», «Либерал» и «Пятак». В четвертьфинале также сыграют «Электрон», «Зау» и «Красный Курган». Следите за нашими сюжетами, будьте в курсе того, что происходит на корте в детском парке. Более подробные результаты матча и турнирную сетку вы можете посмотреть на сайте информационного агентства «Курган.ру» в разделе «Дворовый футбол». В Кургане пройдет очередной этап всероссийских состязаний по стендовой стрельбе. Пятый этап Кубка России по стендовой стрельбе на призы губернатора Курганской области. Традиционно в этапах Кубка России принимает участие около 150 спортсменов более чем из 25 регионов России. Состязания на призы губернатора Курганской области проводятся в Зауралье уже в шестой раз. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 31 июля на стрелковом стенде поселка Увал города Кургана. Начнутся соревнования утром 1 августа и продлятся 5 дней. Что может быть интереснее конкурса красоты? Только участие в этом самом конкурсе. Курганских красавиц приглашают вновь сразиться за титул «Самой-самой». Подробности мы расскажем в сюжете. Курган истосковался по конкурсам красоты. С 2014 года в городе не проводилось ни одного масштабного состязания красоток. Пора исправлять ситуацию. Информационное агентство Курган.ру и администрация города Кургана объявляют о старте пятого конкурса, участие в котором сможет принять каждая жительница области в возрасте от 16 до 22 лет, обладающая приятной внешностью. Для этого необходимо просто заполнить анкету на сайте «Курган.ру». Победительница конкурса «Мисс Курган.ру» Татьяна Боитова в 2014 году принесла нашему региону титул «Краса России», завоевав гран-при на одноименном всероссийском конкурсе. Возможно, пришло время передать корону. И среди тех, кто зарегистрируется в конкурсе в этом году найдется именно та девушка, которая станет главной красавицей России. Соревнование пройдет в три этапа – регистрация на сайте, кастинг и финал. Главный праздник красоты состоится в конце сентября во Дворце культуры машиностроителей. С финалистками будут заниматься лучшие специалисты нашего города. А за действием будет наблюдать огромная аудитория. Будьте частью грандиозного праздника. Регистрируйтесь на сайте kurgan.ru прямо сейчас. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Если у вас есть чем с нами поделиться, пишите нам в социальных сетях. Мы обязательно рассмотрим каждое сообщение. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Горгазсервис реализует газовые котлы Ордерия. Осуществляем замену продажу газовых счетчиков. Обеспечиваем полную гарантийную и сервисную поддержку всей нашей продукции. Горгазсервис. Когда работают профессионалы. Здравствуйте, дорогие мальчишки. С радостью узнал о том, что у вас в Кургане проходит такой замечательный футбольный турнир. Хочу передать вам горячий привет. Спасибо вам большое. Вы огромные молодцы. Занимаетесь спортом. Продолжаете слушать родителей. Хорошо учиться. И я не сомневаюсь, наступит день, когда кто-нибудь из вас станет большим спортсменом. Я об этом обязательно расскажу. Крепко обнимаю и пусть победит сильнейший. Вперед! Я выбираю «Мираж». Мой бизнес в безопасности. Мы всегда под защитой. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Охранная организация «Мираж». Все виды охранных услуг, монтаж пожарной и охранной сигнализации любой сложности. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду через Зауралия пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом кучево-дождевой облачности, усилением ветра и вторжением свежего воздуха с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы. В Екатеринбурге и Тюмени – плюс 21, плюс 23, в Челябинске – плюс 23, плюс 25, возможен кратковременный дождь. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный – 1,6 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 11, плюс 13. Днем в Кургане облачно с прояснениями возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – плюс 23, плюс 25. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба. 1 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего! Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова